Беседа 9, 384. О покаянии и о тех, кто оставляет собрание. Как сеятелям нет никакой пользы, когда они бросают семена при дороге, так и нам нет никакой пользы от того, что именуемся христианами, если не оправдываем наименование соответствующими делами. Если желаете, представлю вам достоверного свидетеля этого, брата Божия, Якова, который говорит, «Вера без дел мертва!» Итак, всюду необходимо упражнение в добрых делах, а без него и наименование христианином не может принести нам пользы. И не удивляйся. Скажи мне, в самом деле, какая польза воину от того, что он состоит на военной службе, когда он недостоин ее, и, будучи питаем на счет царя, не сражается за него? Может быть, хотя и ужасно, слово мое, лучше было бы ему не вступать вовсе на военную службу, чем вступивший, не родить о царской чести? Как может не подвергнуться наказанию тот, кто живет на счет царя, а за царя не сражается? Да что говорю я за царя? Пусть хоть заботились бы мы о своей душе. Но как, скажешь, живя в мире среди беспокойства, могу я спастись? Что ты говоришь, человек? Хочешь, я кратко укажу тебе, что не место спасает, а образ жизни и произволения. Адам в раю, как бы в пристани, потерпел крушение, а лот, живя среди садамлян, как бы в море, спасся. Иов заслужил оправдание, будучи на гноище, а Саул, пребывая в чертогах, лишился и здешнего царства, и будущего. Нельзя оправдываться словами. Не могу я жить в мире среди беспокойства и спастись. Откуда берется такое оправдание? От того, что вы не часто приходите, одни на молитву, другие на божественные собрания. Разве вы не видите, как стараются те, кто желает получить почести от земного царя, и как они склоняют к ходатайству за них других, чтобы не лишиться того, чего они домогаются? Это говорится о тех, кто оставляет священное собрание, и час страшной и таинственной трапезы занимается беседами и пустыми разговорами. Что делаешь ты, человек? Не обещался ли ты священнику? И на его слова «Горе имеем ум наш и сердца!» Не сказал ли има мы ко Господу? Ты не чувствуешь страха, не стыдишься оказаться лжецом в самый страшный час. Удивительно! Когда уготована таинственная трапеза, когда заколается за тебя агнец Божий, когда за тебя подвизается священник, когда духовный огонь истекает от причистой трапезы, предстоят херувимы, летают серафимы, шестикрылые закрывают свои лица, все бестелесные силы молят за тебя вместе с Иереем. Духовный огонь снисходит с неба, от причистого ребра изливается в чашу кровь твое очищение. Ты не боишься? Не стыдишься в этот страшный час оказаться лжецом? Из ста шестидесяти восьми часов в неделе один лишь единственный час отделил в себе Год Бог. Неужели ты и тот потратишь на дела житейские, на смех и разговоры? С какой после этого дерзостью приступишь ты к таинствам? С какой оскверненной совестью? Неужели ты с пометом в руках осмелился бы коснуться края одежды земного царя? Ни в каком случае. Не полагай, что это хлеб, и не думай, что вино, потому что оно не выходит из человека, как прочие роды пищи. Нет! Не рассуждай так. Но подобно тому, как воск, соприкасаясь с огнем, ничего из себя не теряет и ничего не получает, так точно думай и здесь, что тайны срастворяются сущностью тела. Поэтому и приступая, не думайте, будто вы принимаете божественное тело от человека, а представляете, что вы принимаете божественное тело, как бы огонь из клещей самих серафимов, которых видел Исаия, шестая глава. Спасительная же кровь станем принимать, как бы касаясь устами божественного и причистого ребра. Не будем поэтому братья оставлять собрания, равно как и в них предаваться праздным разговорам. Будем стоять со страхом и трепетом, опуская взор долу, а душу имея горе, и с воздыханиями будем восклицать, не голосами, а сердцем. Не видите ли, как предстоящие видимому, тленному, временному и земному царю, бывают недвижимы, молчаливы, спокойны, не блуждают взором в разные стороны, а стоят потупившись, смирно и со страхом. Возьми их в образец в себе, человек. Так стойте пред Богом, прошу вас, как если бы явились пред лицо земного царя. Преднебесным царем должно стоять и гораздо с большим страхом. Не перестану повторять, что часто и раньше говорил, пока не увижу вас исправившимися. Входя в церковь, войдешь, как пристойно пред Богом, не питая в душе злобы, что при молитве нам не молиться против самих себя, говоря, и оставь нам, как и мы оставляем должникам нашим. Страшно слово это, и кто произносит его, как бы там, затем взывает Богу так. Я оставил, владыка, оставь и ты. Я отпустил, отпусти ты. Простил, прости ты. Сам я не простил, не прощай ты. Если я не отпустил ближнему, и ты не отпускай моих согрешений. Какую меру мерил я, пусть отмерится и мне. Зная ты, помышляя о том страшном дне, и представляя тот огонь и страшное наказание, обратимся, наконец, от пути, по которому блуждали. Настанет час, когда прикатится зрелище этого мира, и не будет уже времени для подвигов. Нельзя по окончанию жизни заниматься делами, нельзя по прекращению зрелища стяжать венок. Настоящее время – время покаяния, будущее – время суда. Теперь время подвигов, тогда время венцов. Теперь пора труда, тогда время отрады. Теперь время изнурения, тогда время воздаяния. Воспряните, молю, воспряните, и с усердием высушим то, что говорят нам. Мы жили по плоти, станем же теперь жить по духу. Мы жили в плотских удовольствиях, будем теперь жить в добродетелях. Жили в небрежении о грехах, поживем же в покаянии. Для чего гордишься, земля и пепел? Что надмиваешься, человек? Что слишком хвалишься? На какую мирскую славу и богатство ты надеешься? Пойдем, прошу тебя, как гробам, и увидим совершающееся там таинство. Увидим разрушившееся естество, изъеденные кости, сгнившие тела. Если ты мудр по размысли и если разумен, скажи мне, кто тут царь и кто простолюдин? Кто благородный и кто раб? Кто мудрый и кто неразумный? Где тут красота юности? Где привлекательный взгляд? Где миловидные очи? Где прекрасный нос? Где розовые уста? Где свет ланит? Где блестящее чело? Не все ли прах? Не все ли пепел? Не все ли персть? Не все ли червь и зловоние? Не все ли тление? Имея все это в уме и помышляя о нашем последнем дне, обратимся, братья, пока есть у нас время с нашего пути, по которому мы блуждали. Честной крови искуплены мы. Для того Бог на земле явился, для тебя человек. Бог на земле явился, не имея где главу подклонить. О чудо! Судья ради осужденных приходит на суд. Жизнь вкушает смерти. Создатель терпит заушение от создания. Невидимый серафимами, рабом оплевается. Желча и уксуса вкушает. Копием прободается и во гроб полагается. И ты, человек, скажи мне, не родишь, спишь и пренебрегаешь такими чудесами. Не знаешь, что если ты даже прольешь за него свою кровь, то и тогда еще не выполнил своего долга, потому что иная кровь владычная и иная кровь рабская. Предупреди покаянием и исправлением исход души, чтобы когда придет смерть, не оказалось уже бессильным всякое врачество покаяния, потому что только на земле имеет силу покаяние, а в аду оно уже бессильно. Взыщем, Господа, пока есть у нас время. Будем делать добро, чтобы нам избавиться и от будущей бесконечной Диены и удостоиться Царства Небесного благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.